Добрый день! В эфире Ян Арт и 1001 секунда об экономике. Центробанк в пятницу поднял ключевую ставку до 13%. В ходе пресс-конференции руководители регулятора вновь обратили внимание на риски ускорения инфляции. В Банке России говорят, что ценовые ожидания предприятия и населения выросли, внутренний спрос остается высоким и удовлетворяется в основном за счет импорта, а это провоцирует ослабление рубля. По мнению руководства ЦВ, рост экономической активности в России, который в последнее время отмечают многие чиновники и статистика, продолжится недолго, поскольку фаза восстановления российской экономики завершается, а дальнейший рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Несколько ранее в Центробанке констатировали перегрев российской экономики, которая восстановила провалы, но дальше притормозит. Оценки ЦБ выглядят осторожными и аккуратными, и полагаю, именно поэтому далеко не всех устроят. Для желающих услышать более бодрые вещи можно предложить выступление помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина и министра экономического развития России Максима Решетникова, которые когда-то поменялись местами на нынешних должностях и оба часто вступают в спор с Центробанком. Ныне Орешкин уверенно прогнозирует укрепление рубля, а ведомство Решетникова официально заявило, что по его прогнозу курс в следующем году составит чуть более 90 рублей за доллар. По части развития экономики из этих уст тоже звучит позитив. Министерство экономического развития недавно повысило прогноз роста ВВП России на этот год с 1,2 до 2,8%. Что до бюджета, то Решетников уверяет, что особого дефицита в бюджете в будущем году не будет и что бюджет будет устойчивым. В свою очередь Орешкин пообещал позитивное удивление проектам бюджета страны на 2024-2026 годы и заявил, что ситуация лучше, чем ожидалось. Так что, если вам испортили настроение аккуратная оценка экономических перспектив со стороны Центробанка или призыв премьера Михаила Мишустина избегать излишнего оптимизма при формировании бюджета, не беда. Открывайте новостные ленты, находите выступления Максима Орешкина и Максима Решетникова, и вы увидите, что в структурах власти есть место и настоящим оптимистам. Что же касается перспектив рубля, то тут не только Максим Орешкин и Максим Решетников, но и другие государственные мужи дают весьма оптимистичные прогнозы. Например, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нынешний курс рубля не соответствует его реальной стоимости. По его словам, рубль находится под давлением, в том числе психологическим, когда многие ожидают дальнейшего ослабления. Но валютные интервенции Центробанка вернут спокойствие на денежный рынок. В моменте это действительно так, но вот до кука. Как ни верти, а курс рубля сегодня зависит не столько от психологии россиян или размера ключевой ставки Центробанка и других факторов монетарной политики, а от того, сколько валюты в российский периметр вливается и сколько из нее выливается. Прямо как в классической школьной задачке размышляем об экономике, а на самом деле говорим про бассейн. В него две трубы проведены. В одну втекает, в другую вытекает. Итак, говорим об этом пресловутом бассейне, балансе экспорта и импорта, на который последний год ссылались все эксперты и чиновники, как на главный фактор курса рубля. Это означает, что мы говорим прежде всего о нефти. Нет, конечно, еще мы делаем ракеты и даже в области балета, но погоду в бассейне по-прежнему определяет именно нефть. И здесь ситуация выглядит двойственно. С одной стороны, цены на нефть со второй половиной лета постепенно растут. Более того, эксперты агентства Bloomberg предрекают крупнейший с 2007 года дефицит нефти на мировом рынке, который может привести к продолжению роста нефтяных цен. С другой стороны, экспорт нефти из России с каждым месяцем продолжает сокращаться. Как и Саудовская Аравия, Россия намерена продлить сокращение экспорта нефти до конца года. Причем вместо полмиллиона баррелей в сутки, Россия сократила поставки более чем на 3 миллиона баррелей в сутки. Иными словами, Россия продает все дороже, но все меньше, чем прежде. К тому же, не все просто с покупателями российской нефти. В условиях политического конфликта крупнейшими покупателями стали Индия и Китай. Но теперь Индия говорит о намерении снизить покупки нефти из России. Об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Пури. Сейчас, когда дисконт на российскую нефть сократился, Индии становится выгоднее покупать нефть в соседних странах Персидского залива. К тому же, с оплатой из Индии до сих пор не слишком ясно. Сначала констатировали, что индийские рупии, которыми расплатились за нефть, зависли на счетах российских компаний, поскольку девать эти рупии некуда, а вывести их на торги на валютном рынке Резервный банк Индии не разрешает. Затем глава ВТБ Андрей Костин заявил, что эта проблема будет решена, поскольку ВТБ и Сбербанк научились конвертировать рупии в рубли, и это решение поддержит курс рубля. До конца сентября ВТБ даже обещает открыть возможность перевода в рупиях розничным клиентам. С другой стороны, Министерство энергетики России заявило, что вовсе не зависшие рупии являются причиной ослабления рубля. А Банк России устами заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина добавляет, что объемы рупиевых платежей вообще незначительны, чтобы на что-то влиять. В общем, будем считать, что по части платежей на родине слонов и их влияние на рубль ясный ответ мы получили. Что же я не понимаю, что ли? Слоны – животные полезные. Каждый серьезный инвестор задумывается о диверсификации своих инвестиций. Для меня вариантом эффективных инвестиций вне биржи стали инвестиции на крауд-платформе Jetland. Крауд, на мой взгляд, дает несколько преимуществ. Первое. Все наши инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центрального банка России, который ведет реестр инвестиционных платформ. Второе. Инвестиции на крауд-платформах – это, по сути, альтернатива фондовому рынку. Все процессы и вся доходность здесь формируются не в едином цикле с фондовым рынком, который может лихорадить, который может испытывать просадки и коррекции. Третье. Доходность здесь выше доходности банковских депозитов. Четвертое. Здесь высокая степень диверсификации наших инвестиций, поскольку наши инвестиции на платформе Jetland распределяются маленькими суммами по займам, которые выдаются заемщикам этой платформы, то есть предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиенты инвестиционных платформ, несмотря на все потрясения последних лет, оказались устойчивы, что, впрочем, и можно было ожидать оттертого российского малого бизнеса. Процент дефолтности заемщиков платформы оказался минимальным. Пятое. Работа на платформе Jetland не требует усилий. Регистрация производится дистанционно. Лично я использую формат автоинвестирования, то есть режим автоматического распределения моих средств в соответствии с теми настройками диверсификации уровня рисков и сроков инвестиций, которые мы с вами можем выбрать. Напомню, что риски делятся на основные группы А, Б и С. Еще один плюс для тех, кто осторожно относится ко всем новациям и намерен попробовать этот вид инвестиций, но не готов вложить в него значимую сумму. Режим автоинвестирования работает всего лишь от 2000 рублей. Поэтому вы можете попробовать инвестиции на платформе Jetland с минимальной суммой и посмотреть, как это работает. Для зрителей канала Финверсия мы с коллегами из Jetland договорились о том, что им будет предоставлен особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. В сухом остатке повышение цен на нефть для России это хорошо, но цены на топливо внутри страны могут вырасти. До этого цены на нефть были меньшие, поэтому цены на топливо росли. То есть раньше они росли, потому что нефть была дешевой, а теперь будут расти, потому что нефть стала дорогой. Ну а цены на топливо повлияют на весь рост цен в стране. И по этой линии развивается особый сюжет. Напомним предысторию. В августе российские транспортники в лице Ассоциации российских перевозчиков Груз Автотранс призвали власти установить фиксированный максимум оптовой цены дизельного топлива на внутреннем рынке 60 тысяч рублей за тонну. Появился на эту тему и запрос депутата Госдумы Антона Качева. На это федеральная антимонопольная служба пояснила, что по российскому законодательству не предусмотрено госрегулирование цен, так как все регулируется самим рынком. В итоге к настоящему моменту цены на бензин и дизельное топливо на бирже поставили новые рекорды. В частности, цена дизеля ушла намного выше 70 тысяч рублей за тонну. Думаете, чиновники сидят в бездействии? Нет, начали действовать. И вот уже фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вносит в Госдуму проект об установлении предельных розничных цен на бензин. То есть о регулировании цен не в оптовом, а в розничном звене. А федеральная антимонопольная служба начинает проверку в мелкооптовом звене продажи топлива. Иными словами, крупных игроков топливного рынка ограничивать никак нельзя, потому что это не рыночно. А вот с теми, кто чином пониже и кашей пожиже, почему бы и не затеять наведение порядка. Вполне логично. Возникает вопрос, а что, законодательством регулировать оптовые цены на топливо никак нельзя, а вот розничные еще как можно? Впрочем, возможно, ларчик проще открывается. Ограничить оптовые цены на топливо значит нанести удар по интересам крупнейших нефтяных компаний и олигархов. А вот если взять под узду АЗС, удар будет поворотилом чином поменьше, многочисленным родственникам и знакомым нефтяных боссов, получивших франшизы на сети автозаправочных станций имени той или иной компании. Или по дочерним предприятиям этих компаний. Более того, значительная часть этого удара вообще придется по независимым автозаправочным сетям, от гибели которых олигархам только польза. В независимом топливном союзе уже бьют тревогу, но кем-то ведь надо пожертвовать. О ситуации с ценами на топливо задали вопрос даже президенту Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме, на что президент ответил, цитирую, правительство этим занимается. Видим, занимается, но что-то в этом занятии опять наводит на смутные сомнения. Я же говорил, нечисто играют. Между тем, население, пугливо озираясь на счетчики заправочных станций, осторожно интересуется, не возникнет ли дефицита топлива. Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетику, заявил, что причин для дефицита не наблюдается. А многочисленные эксперты, как водится в таких случаях, объяснили, почему растут цены на бензин. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что в августе-сентябре, аккурат в разгар сбора урожая, многие нефтеперерабатывающие заводы уходят на ремонт. «Такое ощущение, что мы в другое время не можем их отправить директивно в ремонт, чтобы не было ажиотажного спроса при недостатке топлива в августе-сентябре», отмечает Кадаков. Все друг на друга валят ответственность. Заводы на железную дорогу, те, в свою очередь, на нефтебазы, якобы они быстро не успевают разгружать вагоны. При этом у нас цены на топливо растут даже в тех регионах, куда даже везти ничего не надо. Там расположен нефтеперерабатывающий завод. Тогда получается, дело не в доставке. Конец цитаты. Экономист Николай Кульбака считает, что в этой ситуации запасаться бензином впрок бессмысленно. Из-за курса рубля все равно россиян ожидает инфляционную осень, к которой стоит подготовиться. Дорожать будет большинство товаров из-за нестабильного курса рубля. На фоне этих безрадостных комментариев отдельно стоит выделить жизнеутверждающие пояснения экономиста Дмитрия Прокофьева. Разъясняя россиянам причины роста цен на топливо, он рассказал, что оказывается, в августе и сентябре идет сбор урожая. И что урожаи нынче собираются при помощи техники. И что технику надо заправлять топливом. Батюшки святые, а мы и не знали, ахнули в этом месте, обогащенные сокровенным знанием россияне. Распрягли лошадушек и поблагодарили эксперта за толковое объяснение. Железный кой идет на смену крестьянской лошадке! Команда Финверсия возобновляет практику живых встреч с нашими зрителями-инвесторами. Ближайшая встреча из серии «Инвеструм Финверсия» пройдет 20 октября этого года. Мы хотим обсудить состояние мировой экономики и фондового рынка на конец этого и на будущий год, описать существующие и поразмышлять о них прогнозы и сценарии, поговорить о перспективных отраслях мировой экономики и о конкретных акциях, которые, на наш взгляд, могут стать фаворитами. Кроме этого, в программе первой встречи есть ситуация на фондовом рынке России и возможные действия инвесторов на этом рынке, а также тема инвестиций в Гонконг и четыре основные реперные точки для российских инвесторов. Золото, нефть, курс доллара и курс рубля. Плюс к этому вопросы инвестиционной версии участников встречи. Моим партнером на инвестиционной встрече станет независимый инвестиционный советник Игорь Файман, один из наиболее интересных экспертов по российскому рынку. И мы надеемся на живой и откровенный разговор в непринужденной обстановке. И когда я употребляю слово «непринужденное», имеется в виду, конечно, не претензия на светскость, а нормальная дружеская атмосфера. Но это не отменяет кофе, шампанское и небольшой фуршет. Встреча с инвесторами пройдет 20 октября в уникальном месте – особняк инвестора, где недавно открылся уютный ресторан. И это, кстати, новый проект одного из наших коллег по инвестиционному рынку. Есть идея сделать это местечко неформальным клубом российских инвесторов. Да и адрес вполне символичный – Москва, улица Фридриха Энгельса. Продажи билетов на первую встречу в инвеструме Финверсия уже началась. Ссылка на регистрацию в описании под этим видео. Курс рубля и рост цен на топливо – два главных триггера роста цен на все этой осенью. И хотя президент страны сказал, что ситуация с рублем управляема, а ценами на топливо правительство занимается, население и бизнес уверены, что знают, как именно управиться с курсом рубля и к чему приведут правительственные упражнения. Эксперты еще в августе дали оценку, что именно подорожает в России осенью. На эту тему месяц назад вышел специальный обзор программы «Тысяча одна секунда об экономике». В последние дни появились и новые штрихи к портрету инфляции. Например, продолжают резко дорожать апельсины. За год цена уже выросла более чем на 70%. И это не предел, считают эксперты. А скрупулезный Росстат отмечает, что с 2002 года такого двухмесячного скачка средней стоимости апельсинов в стране еще не было. Ожидается, что цены в российских ресторанах этой осенью вырастут процентов на 20. Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего – продуктов, бензина, логистических услуг, говорит президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. И удар судьбы по тем, кто игнорирует рестораны. Ожидается, что вырастут цены на шаурму от 10 до 15%. Главная причина – рост стоимости куриного мяса. Есть ли выход? Есть, уверенно констатируют отечественные СМИ. Надо переходить на другой продукт. В частности, как сообщают СМИ, в России подешевели крабы. Эксперты и масс-медио тут же бросились рассуждать, почему так. И пришли к выводу, что виной тому отсутствие культуры крабоедения у россиян. Очень дешевый и нормальный краб есть в стране, сетуют крабозаводчики. Им вторят, когнитивно-поведенческий психолог Алексей Сапкин, который напомнил, что россияне ни черта не хотят есть ни крабов, ни ананасы с шампанским. В последнем случае имеется в виду отнюдь не знаменитый сборник стихов Игоря Северянина. Психолог Сапкин приходит к выводу, что в стране необходимо срочно развернуть пиар-компанию на тему «Ешь ананасы, рябчиков жуй». А иначе россиянин так и останется гастрономически невоспитанным чурбаном. Одновременно выходит исследование «Рамир», из которого следует, что россияне стали больше экономить на еде. Так что разговоры о крабах и ананасах сейчас напоминают фразу, которую приписывают Марии Антуанетти, когда и сообщили, что у парижан нет хлеба. У них нет хлеба? Так пусть едят пирожные. Сколько же стоит очень дешевый и нормальный краб? Вкратчиво поинтересуется воспитуемый россиянин. Выясняется, что совсем дешево, дешевле раков, каких-то 500-600 рублей за кило, любезно поясняют крабозаводчики. В этом месте обозленный потребитель может икнуть и пообещать экспертам, уговаривающим потреблять крабом. «Ты у меня сам раком станешь». Но, боюсь, эксперты, заводчики и некоторые чиновники не внемлют этим призывом и продолжат увещевать россиян найти в себе силы скушать еще что-нибудь полезное. Попробуйте, Амаров. Их выловили сегодня. Россиян, удрученных проблемами с ценами, успокоят новости. За границей тоже проблемы по части цен. Например, как сообщает газета РУ, в Японии из-за ограничений продаж в Россию стали падать цены на поддержанные автомобили. Еще одна иллюстрация того, что с санкциями против России коллективный Запад выстрелил себе в ногу. И здесь россияне могут сардонически рассмеяться. Мол, мучайтесь, супостаты. Все у вас без нас падает. Даже цены. Да и других напастей хватает. Вот на днях из-за аварии на местном винном заводе португальский город Анадия был залит потоками вина. Вино залило несколько улиц городка, и местные жители вынуждены переосмыслить смысл фразы «после нас хоть поток». Но почему у них наводнение из вина, а у нас, как правило, происходит разлив какого-нибудь полиферобромфенола, воскликнет в этом месте несознательный россиянин. И будет не совсем прав. Итальянский город Бордонякио недавно затопило грязевое цунами. Так что раз на раз не приходится. В общем, если вы не готовы переварить подешевевших крабов и не слишком склонны к ананасам в шампанским, лучше взять на вооружение вышеупомянутый совет Николая Кульбаки. Готовится к инфляционной осени, в течение которой дорожать будет практически все. На эту же тему в интервью радио «Концомольская правда» высказался известный российский публицист Георгий Бофт. Рост цен будет до тех пор, пока идут военные действия на Украине. Это, по его словам, цена войны. Впрочем, военная тема у нас строго табуирована. Смешного в ней ничего нет, а без возможности открытого и серьезного разговора. Продолжать ее попросту не стоит. На этом сегодня все. Ждем ваши лайки и дизлайки, комментарии и темы. Четыре дня продолжается наш марафон программы «Тысяча и одна секунда об экономике». Мы финишируем 19 сентября в формате прямого эфира. Подписывайтесь на канал Финверсия на платформах YouTube, Telegram и Dzen. И всегда рад видеть вас в числе подписчиков моей страницы ВКонтакте. До новых встреч!